Как реализована эта подсистема в продукте 1С Бухгалтерия редакции 3.0 на платформе 8.3. И соответственно посмотрим все особенности учета. Немножечко будет теории и большая часть это конечно же будет практика. Что мы должны рассмотреть и освоить? Прежде всего это конечно понять что такое инвентаризация, с чем ее едят, как ее отражают в бухгалтерском учете и вообще что это такое. Когда говорим об инвентаризации активов, капитала, обязательств, чего угодно, мы всегда говорим о сопоставлении фактических данных, учетным данным и отражении всех результатов в бухгалтерском учете. Значит учетные данные, если равны фактическим, мы радуемся Дарья. Почему? Потому что в бухгалтерском учете в принципе ничего не надо делать. Как оформлять инвентаризацию и так далее, мы скажем есть законодательно-нормативные акты, то есть можно ссылаться на них и отражать это в учете. То есть должен быть приказ на инвентаризацию. Но какие результаты возможны вот такого сопоставления, если я проверяю фактические учетные данные? Мы говорим о том, что если, Аня, фактические данные равны учетным, то в принципе в бухгалтерском учете мы ничего делать не должны. То есть мы просто результаты инвентаризации зафиксируем, что опись, ведомости, то есть в лечительных ведомостях у нас ничего не будет. То есть потому что все равно. А вот если у нас излишки, если у нас недостачи. Если у нас излишки и если у нас недостачи. То есть если фактически учет, пересчет дает нам то же, что и учетные данные, мы радуемся и говорим, да, хорошо все. То есть не надо приходовать, не надо списывать. Если же речь идет о излишках, с одной стороны вроде бы радость, но всему своя причина. То есть мы должны понимать излишки за счет чего. Излишки. Если излишки, Аня, что происходит? Чего больше? То есть мы понимаем, что по бумагам, по данным учетным у нас в учете меньше, чем должно быть. Правильно? То есть мы должны до начислить что-то. Это что-то хорошее. Если речь идет об активах, активы увеличиваются всегда по дебету каких-то счетов. Значит я по дебету активных счетов покажу увеличение, а по кредиту буду думать, что есть за выгода. Конечно это прочие доходы 91. Мы говорим о том, что излишки, если по факту больше, чем по учетным записям, это означает или бухгалтер до меня, или я ничего не делал и вообще не отражал в учете. Это плохо? То есть счетная ошибка бухгалтерская. А еще бывает ошибка какая? То есть может и не ошибка. Может реально кто-то отгрузил больше, чем по документам, и мы радуемся в Анну Небесную и приходим в доходы. Но когда я говорю об инвентаризации, причины, как правило, это пересортиться. То есть что-то учли вместо чего-то другого. Но пересортиться можно выявить. Как? Если где-то недостача, здесь излишки, можно их перекрыть. И желательно результаты пересортиться и закрыть до того, как делаете инвентаризацию. Если бы вы обнаружили, что у вас одного килограмма масла в плюсе, а другого килограмма масла в минусе, то вы можете сделать перемещение, перекрыть и уже не показывать эти факты по результатам инвентаризации. Можете показать до, точнее после. Вот мы сейчас поговорим о законодательных актах, на какую дату как отражать. Я хочу вот на старте, чтобы мы сразу определились, что если у нас речь идет об излишках, то всегда это будет сразу доход. Если же речь идет о недостачах, излишки мы сказали, это когда фактические данные, когда факт больше, чем учет. А недостачи, когда фактические данные по факту после пересчета меньше, чем данные учетные. То есть если по факту меньше, чем учетные данные, то мы сталкиваемся с тем, что имущество исчезает, исчезают активы, уменьшаются по кредиту. А что происходит с дебетом? У нас шок. У бухгалтеров всегда шоки. И для этих целей используется специальный счет 94, шоковый. То есть если у нас чего-то не хватает, мы понимаем, один из принципов учета, задача бухгалтерского учета, это не допускать завышения расходов и сразу расходы признать я не имею права. Если доходы, я сразу признаю, радуюсь, это доходы фирмы. А если недостачи, то надо искать виновных лиц. Лариса, надо искать страховые компании, а вдруг имущество застраховано. Надо искать, может руководитель скажет за счет средств компании, то есть за счет потенциальной прибыли, которую могли бы мы получить, но на расходы фирмы. То есть тут есть варианты. Об этих вариантах мы поговорим. Но прямо сейчас, вот говорим, что для нас сущность понятия инвентаризации это сопоставление фактических данных учетным. То есть инвентаризируем, значит анализируем, что есть по факту и соответствует ли это учетным данным. Вот еще до 20 века баланс компаний в нашей отечественной практике его так и называли инвентариум, потому что составлялся на основании инвентаризации. То есть по факту бухучет ввелся, основной метод бухучета как раз и был инвентаризация. Не учетные данные, там двойная запись или еще что-то. Конечно, применялись и двойная, и тройная запись была в отечественной практике, но инвентариум как раз и говорил о том, что чем богатые по факту в документах показывали, чем нас Бог благословил. Значит, инвентаризация. Сущность ясна, правильно? Сколько будет ног у собаки, если назвать хвост ногой? Пять. Какие еще варианты? А если говорить, что у собаки лапы нет ног, и предположить, что хвост это нога тогда одна, а если говорить, что как хвост не назови, он все равно не будет ногой, то есть можно сказать, что и но, и как угодно. В этом и сущность вроде бы и учета, то есть нужно понимать, что мы учитываем, по каким правилам, и нужно понимать, что мы должны называть вещи своими именами. И если у вас реально пересортится или что-то вы перепутали, нужно четко понимать, мы перепутали где-то когда-то, или не перепутали, что произошло. И если вы инвентаризируете и смотрите, что у вас в сельском хозяйстве тоже рогатый скот, и животных на выращивании корм, тоже инвентаризирует имущество. Если вы купили себе попугайчиков, животных в офисе, вы их тоже можете поставить на баланс компании и учитывать, правильно? Мы сказали, что может быть множество, сущность всегда одна. Как хвост не назови, не будет ногой, поэтому допустим четыре или допустим не одной, но лапы все-таки есть, а может быть три лапы. Может, если собака инвалид, ей там случайно как-то что-то не удалось. Вот когда мы говорим о бухгалтерском учете, мы не можем не ссылаться на закон о бухгалтерском учете 402 ФЗ. То есть закон о бухгалтерском учете 402 ФЗ. Статья 11 инвентаризация активов и обязательств. Активы и обязательства подлежат инвентаризации. Очень хорошо. То есть нужно инвентаризировать. При инвентаризации выявляем фактическое наличие существующих соответствующих объектов, которые сопоставляем с данным регистров бухгалтерского учета. Понятие регистр бухгалтерского учета – это уже ссылка на статью 10 402 ФЗ. Вот в статье 10 402 ФЗ говорится, какими обязательными реквизитами должны обладать регистры. Но тема сейчас наша не про регистры бухгалтерского учета, а про инвентаризацию. Поэтому, когда говорим о сопоставлении факта учетным данным, мы, конечно, имеем в виду, что все результаты инвентаризации должны быть законодательно утверждены, зафиксированы, отражены в бухгалтерском учете. Если по факту не соответствуют данным записям бухгалтера, все плохо. Что касается сроков случаев и сроков проведения инвентаризации. С 2013 года вступил в силу новый закон о бухгалтерском учете. В этом законе, это, кстати, третий и четвертый пункт, как раз статьи 11 этого закона о бухгалтерском учете. Значит, и вот здесь как раз говорится, что экономический объект определяет порядок и как часто, кроме случаев, когда устанавливается законодательство РФ. К таким случаям относятся методические указания по бухгалтерскому учету, на которые можно ссылаться. Но в целом мы сами определяем порядок, сроки, случаи и так далее. То есть для основных средств можем раз в три года, для активов мы можем хоть каждый день, в зависимости именно оборотных активов, все зависит от того, чем занимаетесь, какая сфера деятельности, особенности. Но по общему правилу не менее чем раз в год, если речь идет об оборотных активах, потому что мы, предоставляя отчетность, должны показывать истинное состояние дел. Выявленные при инвентаризации излишки и недостачи, то есть расхождения, должны быть отражены в бухгалтерском учете, в том периоде отчетном, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. И уточняют там в Министерстве финансов, что если период супербольшой, или несколько недель, или месяцев, то, как правило, на дату начала проведения инвентаризации. Ну понятно, если вы в промежутке купили имущество, но начало еще его не было, как можете его оприходовать, то значит, или списывать, значит на ту дату в рамках внутри этой инвентаризации, но не на дату окончания. Вот это ключевое, что с 2013 года. Все результаты инвентаризации на дату начала инвентаризации. Если мы проводим инвентаризацию с 20 декабря, или с 31 декабря, по 10 января, или по 20 января, то есть мы сделаем на 31 декабря, покажем результат. Многие на практике отражают и на октябрьскую дату, еще какую-то, то есть как часто инвентаризировать, это ваше правило. Если вы инвентаризировали имущество, есть правила по учету инвентаризации, я не скажу, часть нормативных актов устарели, но мы же стремимся к международным стандартам финансовой отчетности, где роль бухгалтера как эксперта выводится на первое место. Поэтому, если вы свои правила будете использовать, или будете использовать какие-то нормы, даже если и законодательно отмененные, но они будут ужесточать или более объективно отражать действительную сущность, ситуацию дел, то, конечно, можно уточнять, усовершенствовать и более детализировать все ваши процессы. Мы будем говорить, что есть, конечно же, указания там и Минфина, и есть указания, то есть формы статистические, которые стандартно используются, мы их будем рассматривать в программе. Но, в принципе, результаты инвентаризации можете подтверждать и собственноручными дополнительными различными формами, которые вы утвердите у себя в учетной политике и в своем внутреннем порядке проведения инвентаризации. Ссылку на закон мы даем. Закон есть, но все остальное вы определяете сами за заключением тем случаем. Вот есть приказ Минфина 95 года номер 49 об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств с изменениями от 8 ноября 2010 года. Есть также письмо Минфина 2004 года о порядке проведения инвентаризации. И есть постановление Госкомстата Российской Федерации номер 88 от 18 августа 1998 года. То есть вот эти законодательные акты, конечно же, нужно рассмотреть. Еще раз, у нас сегодня такой семинар-курс практически. То есть мы не будем сейчас изучать все нормы закона, правильно? Вы их для себя просто отметите и посмотрим, обязательно или не обязательно проводить инвентаризацию. Вот в чем вопрос. Федеральный закон о бухучете говорит, что нужно проводить, если оговорено в законодательстве. И вот есть пункт 27 положение поведения в бухучете и бухгалтерской отчетности 34Н. Вот в этом положении сказано, проведение инвентаризации обязательно перед составлением годовой бухгалтерской финансовой отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. То есть если проводили после октября, на 30 октября, на ноябре, в декабре, в принципе можно не инвентаризировать. Но обязательность должна быть. То есть если я у себя в учетной политике пропишу, что каждый месяц провожу инвентаризацию, то в принципе я и на 31 декабря, и на 31 октября, и на ноября 30 буду проводить инвентаризацию. Дело в том, что инвентаризировать и как часто. Вот эта норма говорит, по сути, что минимум все нужно инвентаризировать, минимум раз в год. Но я активы могу с периодичностью, товары, материалы быстро изнашиваем, различные предметы, которые на складе есть, по срокам и так далее. Я могу инвентаризировать хоть раз в два дня, а что-то более долгосрочное, основные средства и так далее можно и реже, если иное не изменилось. Вот как быть с обязательствами, с отношениями, с долгами, нам, долгами, мы, дебиторская и кредиторская задолженность. Вот эта норма подпадает под это же правило для дебиторской и кредиторской. То есть, по-хорошему, я должен проводить сверху со своими контрагентами, если не ежемесячно и ежеквартально, то как минимум раз в год. Я должен оценивать... А с клиентами, конечно, вы будете заинтересованы чаще. То есть, чаще, хоть ежемесячно или ежеквартально, с клиентами реальными. Но мы говорим, что обязательно. Вот обязательно это минимум раз в год сверяться с клиентами-контрагентами. А вот по всем остальным пунктам, для чего обязательно? Если я сверху не произведу, то для целей ПБУ по оценочным суждениям, по резервам по сомнительным долгам, если захочу списать часть дебиторки, то есть, не нужно четко понимать, что формировать или не формировать, какие есть критерии, признаки, реальный контрагент, нереальный, существующий, несуществующий. Если я постоянно сверяюсь, у меня есть даже основания и для пересмотра сроков задолженности, доп. соглашений, чего-то. А если клиенты нереальные, и есть доказательства, что они уже ликвидированы и находятся в стадии ликвидации, то можно и отразить. Значит, мы говорим, что обязательно. Отражать надо? Надо. Как в 1С отразить, мы сейчас с вами посмотрим. То есть, у нас редакция 1С8.3, редакция 3.0, новейшая редакция. Что нужно и что можно посмотреть. Смотрим на экран, к сожалению, здесь нет неустановленной в этой аудитории. Поэтому просто посмотрим, как и с чем едят инвентаризацию. Первое, о чем поговорим, об инвентаризации имущества. Имущество у нас категория такая обширная. Более того, я бы говорил инвентаризация активов. Под активами понимаем не всегда имущество, правильно? А еще и права различных лиц. То есть, начнем с инвентаризации имущества, именно материально-производственных запасов и основных средств. А потом посмотрим инвентаризацию взаиморасчетов дебиторской и кредиторской задолженности. То есть, первое, что хотим отразить, это, конечно же, начнем с материально-производственных запасов. Инвентаризацию в 1С редакции 3.0 мы отражаем в разделе склад. Я, конечно, могу разными другими опциями, через главное меню открыть, через журнал операций. Но нам нужен именно блок инвентаризации. Инвентаризацию используют для разных целей. Вот мы на втором уровне 1С, на который я вас приглашаю, и второй уровень 1С, мы там инвентаризацию рассматриваем отчасти, для разных нестандартных ситуаций. Итак, мы говорим о том, что инвентаризация нужна для того, чтобы сопоставить факт. Если здесь она называется инвентаризация товаров, не обращайте внимания. Это и материалы, и товары. То есть, все, что является оборотными активами. В части запасов. Что значит в части запасов? Мы говорим, что не деньги и не долги, а именно товары, материалы, готовая продукция. Правильно? Значит, склад инвентаризация товаров. Склад инвентаризация товаров. Здесь могут быть инвентаризации, могут не быть. Мне все равно. Я хочу, чтобы мы создали с вами инвентаризацию на 31 марта, например, 2015 года. Можем на 2016? Могу, конечно. То есть, мне важно, на какую дату. На сегодняшний день хотим. Давайте на 31 марта. Важно понимать, какая организация. У меня одна единственная. У вас их, наверное, много. Там демо-версии, если кто-то смотрит. Тут не важно. Нам важно суть понять, что документ инвентаризации товаров. Ответственное лицо. Если я по складу, то, в принципе, по этому складу и будет ответственный. То есть, если склад безответственного, значит безответственного. Здесь у вас реквизит номер автоматически появляется, а дату нужно указать. Заполнить по остаткам на складе. Три закладки в документе. Я хочу заполнить по остаткам на складе. Что это означает? Я проверю, какие есть остатки на этом складе. У меня есть станки, уголь, силикат, стул, комбинезоны, миксеры, фильтры. Разные счета учета. От 0,8 до 43. И готовая продукция имеется. И товары, и материалы, и инвентарь, и спецодежда. Мы говорим о том, что у нас наличие имущества будет автоматически сопоставлено с фактическими данными. Ваша задача после фактического выявления излишков и недостач отразить эти фактические данные в программе. Я учетную информацию не меняю, меняю только количественную. Количественно-фактическую. Например, у меня силикат Куа-3 в количестве 2500. А уголь активированный 2300. Логика такая, что у меня должны быть отклонения. Чтобы были и минусовые отклонения, и плюсовые. То есть, я понимаю, что в жизни бывают и недостачи, и излишки. Более того, 1С позволяет восстанавливать НДС, если это необходимо. Хотя в налоговом кодексе есть жесткий перечень, когда надо восстанавливать НДС. Но мы скажем, она его все равно восстанавливает, даже если не надо. Она восстанавливает НДС только в том случае, если ведется раздельный учет НДС. Если же не раздельный, НДС не восстанавливается. Еще раз. Вы должны понимать логику учета. Факт указываем, который соответствует или не соответствует учетным данным. Конечно, я буду отражать только тот факт, который не соответствует учетным. Зачем мне трогать станки, которые по факту тоже три? Первая закладка. Мы с ней разобрались. Задача наша отразить все отклонения, которые есть. Вот мы и отразили, правильно? На втором этапе закладка вторая и третья. То есть мы должны указать для печатных форм, когда, в какие сроки проводим инвентаризацию и состав членов инвентаризационной комиссии. Какой приказ руководителя, что нас побудило на этот процесс. Проведение инвентаризации в период с 31 марта 2015 по 10 апреля 2015 года. Например, могу и 16 год. То есть здесь не важен сам период, как важен, когда вы собираетесь проводить инвентаризацию. 10 дней руководство, 11 дней почти дает. Чуть меньше, чем 2 недели нам дали на инвентаризацию. Все зависит от объема вашей деятельности. Может быть и в рамках одного дня, может быть в рамках 20 дней. Но я понимаю, что все результаты инвентаризации в бухгалтерском учете я буду отражать на 31 марта. Когда началась? Потому что если чего-то уже не хватало, считаем, что его уже не было на дату начала. Но мы отметили, когда началась инвентаризация. Потом мы... Конечно. Потом мы будем... Мы, конечно, помним, что есть рабочая дата в 1С. Если я хочу потом все результаты отражать на эту дату, я могу задать эту дату, 31 марта 2015 года. То есть это можем сделать. Нет. Ошибки не будет. Главное на дату начала инвентаризации. Значит, смотрите. Приказ постановления и распоряжения. У нас приказ руководителя. Номер. Конечно, мы сейчас придумаем 25-й от 28 марта 2015 года. Ну, например. То есть я понимаю, что меня что-то побудило на эту инвентаризацию. Причина плановая. А может быть причина смена материально ответственного лица. Или причина форс-мажор. Или причина какая угодно. То есть или смена материально ответственная, или форс-мажор, или плановая. Мы плановую инвентаризацию отражаем. Кто будет входить в состав инвентаризационной комиссии? Обязательно указать. Крупнейшие организации минимум по 10 человек включают банки, строительные холдинги. И минимум 10 человек составят инвентаризационные. Так и прописано в нормативных документах внутри организации. Нам достаточно и 3 их. А если у вас генеральный директор и главбух все в одном лице, сколько будет членов инвентаризационной комиссии? Ну, он будет сам вести учет. Если если в организации один человек числится, значит один. А если их много, то как минимум завскладом будет главбух, гендир, кто-то из представителей. Главбух не будет, потому что ему нужно будет лезть по бочкам и так далее и все сверять тоже. Правильно? Скорее всего какой-то рядовой бухгалтер. Согласен. Но иногда и главный бухгалтер тоже. Подбором можно подобрать. Вот еще раз. Кнопка подбор на закладке инвентаризация позволяет подобрать. Как подбирать? Можно контролом выделить хоть всех, удерживая контрол, кликать мышью. Или контрол А. Знаем контрол А выделить все эти. Надо конечно же результаты подготовить. Еще раз. Что значит подготовить? Что я еще их не отражаю в бухгутчете. Инвентаризация просто сопоставление факта учетным. А уже все результаты мы обязаны отражать в бухгалтерском учете. То есть крупные компании дорабатывают 1С и просят не просто председателя, но заместитель председателя, главенствующее право, считают сколько голосов. И если председатель против все остальные и зам председателя за, то есть они утверждают как считать результаты. И вот для этих целей конечно же дорабатывают. Но мы скажем у нас все просто. Смотрите у нас есть 4 члена инвентаризационной комиссии. И допустим Иванов Сидор и Снежина скажут мы не согласны что был списан автомобиль Porsche Cayenne. А Балашов говорит он был уничтожен ликвидирован то есть и соответственно он его не забрал не перерегистрировал не перепродал то есть он был ликвидирован есть акт на утилизацию и так далее. То есть конечно же признавателей нет вот в этом вопрос кликаем провести смотрим печать в печатных формах у нас есть инвентаризационная ООПИС для чего нам нужна ООПИС это весь список всех которые мы инвентаризировали кстати стартового бухгалтера печатают ООПИС и по ней прямо себе отмечают все ли есть в сличительной ведомости инв 19 это все формы статистики которые вот постановление госкомстата России и ссылку на него в законодательном акте я вам показал значит эти все формы оттуда конечно мы не изобретаем в 1С своих печатных форм а используем существующие ООПИС весь список давайте посмотрим ООПИС печать инвентаризационная ООПИС товаров ООПИС товарной материальной ценности номер 4 от такой-то даты мы видим список что мы инвентаризировали что по данным бухучета что по данным фактическим данные бухучета и данные фактические количество отличается отличается и стоимость отличается ну потому что мы делали недостачи излишки общее количество по странице кто председатель комиссии и мы видим менеджер директор сборщик главный бухгалтер то есть каждый из них поставит свои подписи какие материальные позиции за сохранность ТМЦ ну все что не допечатывается руками можно дописать это инвентаризационная опись как раз постановление Госкомстата России мы говорим что 98 от 98 года хорошо это одна печатная форма возникает вопрос нужно ли печатать приказ о проведении конечно нужно его распечатать и подписать у генерального директора то есть печать приказ о проведении инвентаризации приказ о проведении инвентаризации для проведения такой-то инвентаризации назначается рабочая комиссия в составе таких-то 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 приступить 31 марта 2015 года и окончить 10 апреля причина плановая подпись есть материалы сдать в бухгалтерию не позднее такой-то даты но вот уже не позднее какой-то даты это вы уже отразите сами по факту как успеете отразить все так и указывать правильно то есть должность подпись гендир еще раз где смотреть печатные формы конечно же по кнопке печать любимая моя печатная форма это конечно инв 19 сличительная ведомость ведь здесь по существу только результаты то есть видны все излишки и все недостачи инв 19 все излишки и все недостачи значит мы говорим о том что уголь активированный у меня в недостаче и родник фильтр в недостаче силикат и комбинезон у меня в излишках в целом Дарья в целом я в плюсе или в минусе если у меня излишков на 15 600 недостаточно 12 400 конечно вроде бы я в плюсе и я вижу что фирма больше радуется чем огорчается но я не имею права так все взять и перезакрыть я должен показать и доходы и расходы более того расходы не должен спешить показывать должен разобраться есть ли виновные лица что с ними делать и как их закрывать значит у нас есть уголь у нас есть родник силикат и вот результаты они есть хорошо я закрываю эти результаты и смотрю дальше специальный механизм в 1С существует называется механизм ввода создания на основании то есть я могу вводить создавать новые документы на основании предыдущего в данном случае на основании инвентаризации можно и мы посмотрим о приходовании товаров и списании вот отчет о розничных продажах мы смотрим на втором уровне 1С в бухгалтерии на который я вас приглашаю у нас скоро 30 января стартует второй уровень первый уровень каждый день практически стартует и вторые стартуют приглашаю на мой курс Иванова Валерия именно по 1С бухгалтерии то есть будет интересно будет много нюансов вот мы сейчас посмотрим как на основании инвентаризации приходовать товары то есть сразу на основании о приходовании товаров дата 5 марта как нам Аня подходит то есть я должен создать на основании приходование товаров когда я приходую товары всегда обращайте внимание на дату результатов инвентаризации мы с вами дату какую утвердили 31 марта то есть на 31 марта у меня результаты инвентаризация товаров такая это это основание а бухгалтера любят всегда что делать копировать то есть принцип ленности работает в бухучете выделить текст контрол цели правой мышью копировать и сразу под табличкой в поле основания вставить конечно может быть приказ руководителя и все что угодно но основное основание для инвентаризации это конечно же сама инвентаризация исключительная ведомость результаты которые утверждены и подписаны инвентаризационной комиссией поэтому я могу считать это основанием для признания доходов статья доходов я должен подумать какие доходы расходы допустим прочие вниверсационные доходы расходы прочь прочие вниверсационные доходы расходы Это означает, что в этом документе больше ничего не надо отражать, кроме того, как нажать провести и посмотреть проводки. Конечно, накладную на оприходование товаров можно распечатать. И вообще в любом автоматическом документе мы всегда, Лариса, говорим о том, что триада операций важна. Это провести проводки печатная форма. Что дает нам машина? Еще раз, по поводу сумм не важно. Сумма автоматически исходя из среднерыночной. Вы скажете, откуда она знает рыночную на этот момент? А исходя из тех позиций, которые у нас есть на складе. У нас есть излишки, и они все на 91 счете. Как в бухгалтерском учете, так и в налоговом учете. Результаты инвентаризации признаются в налоговом учете, особенно если это излишки дохода. То есть налоговый кодекс и излишки признают доходами. И это факт. Печатная форма. Как посмотреть печатную форму? Закрыть проводки и нажать накладная на оприходование товаров. Закрыть проводки и нажать накладная на оприходование товаров. Это чисто для склада. Откуда появилось, есть документ бумаги. Для складского учета. Что касается оприходования, мы с вами оприходование посмотрели. И я его закрываю. Я возвращаюсь в нашу инвентаризацию. Помним все с вами, Дарья, быстрый способ найти инвентаризацию, если мы не помним, что она находится в пункте меню склад. Вот я не помню, что она в складе, но я знаю, что я работал с ней только что. Могу ли я ее как-то открыть? Могу. Через История. У вас есть панель инструментов. История всегда под рукой. И инвентаризация. В 19.13 была инвентаризация. Она мне нужна. История, инвентаризация. В инвентаризации мне важно создать на основании списание товаров. Помните, у нас должен быть шок у бухгалтеров. А шок это 94 счет. Как выходить из шока, Анна, это уже другой вопрос. И мы подумаем тоже потом. Но сейчас важно зайти в этот шок. Создать на основании списание товаров. Дата списания. Какую мы укажем? Наталья. Тоже 31 марта. Абсолютно верно. На дату начала инвентаризации. 31 марта 2015 года. Ну или какого-то там. Инвентаризация товаров. Я могу инвентаризацию скопировать. Правой мышью скопировать. И в поле основания вставить. Могу. У меня тут есть и товар, и материал. Не важно у кого что. Важно, что вы понимаете, что просто так их списать сразу на 91 счет мы не имеем права. Кликаю провести. Я дату указал 31 марта. Я провожу и смотрю проводки. Конечно провести и посмотреть проводки. Все должны быть готовы к разному исходу проводок. Значит, Алексей, накладная на приходование. Мы всегда говорим, что документ складской. Поэтому в результат инвентаризации можете подшить, можете у себя отразить. Для бухучета мы отражаем, но склад должен понимать, что имущество есть. И все документы по складу, по движению имущества должны быть у склада. Как подтверждение. Копию можете сделать, можете сшить, подшить. Вот требования к подшиванию мы можем прочитать в методических указаниях. То есть как ввести учет, что такое сличительные ведомости, как результаты, методические указания. Вот именно по порядку подшива. Но подшивать или не подшивать, я, мое мнение, что именно нужно складские документы в составе складских. Их имущество приходится. Вот где храните требования, там поступления товаров от поставщика. То есть понятно, что склад делает там, что приходный себе ордер, но накладные хранятся в бухгалтерии. То есть физически это может все быть в бухгалтерии. Просто должно быть обоснование. Вот у нас обоснования, конечно же, мы все их храним. Подшивать, не подшивать, это всегда такой вопрос на любителя для хозяина. То есть хотим подшить, сделать, сделаем. Не хотим. Требований к подшиванию документов, как таковых, сейчас нет. Значит... Можно подшивать. Да, можно. Главное, чтобы вы знали ответ на все вопросы, которые вам могут задать контролирующие органы. Правильно? Обоснованность. Принцип обоснованности самый главный. Вот вопрос такой. Что делать с материалами и с товарами, которых нет? Нужно их списать. Активы уменьшаются по кредиту. Будьте здоровы. Значит, по кредиту активы уменьшаются в дебет шокового счета 94-го. 11 тысяч, например, и 1400 у меня списано. Но вы можете спросить, а при чем все остальные проводки с 68-м и с 19-м? Дело в том, что я специально взял пример на базе раздельного учета НДС, когда... Бывает такое, что вы уже НДС отражали по этим остаткам к вычету в прошлом году? Бывает. А бывает такое, что вы купили материалы и по ним еще НДС к вычету не отражали? Бывает. То есть, я понимаю, что у меня здесь в этом объеме всех операций у меня могут быть ситуации, а я уже заранее знаю, я поэтому подготовил такой пример, чтобы 10-й счет, это я, 19-й, когда покупал 10-й, к вычету не отражал. Вот ситуация была такая, что я купил у поставщика и материалы, и товары, но у разных поставщиков. В части товаров я 19-й отражал на 68-й ранее в прошлых годах. У меня на интервизации товары старые, какие-то пропали. Вот родники фильтр, две штуки исчезли со склада. Я думаю, или украли, или что-то, но недостача. Вычет я давно по ним отражал. А вот по материалам я вычет не отражал. И вот машина мне говорит, все, что касается товаров, по которым ранее 68-й был отражен к вычету в предыдущих периодах. Вы должны восстановить НДС. Есть перечень в налоговом кодексе пункты конкретные, когда нужно восстанавливать НДС. И здесь можно спорить, что в этом случае не надо восстанавливать. Но 1С настроено так, что лучше восстановить, чтобы не было проблем. Если вы не согласны, вы ставите галочку, удаляете проводку по восстановлению НДС и книгу продаж тоже убираете. Но я за то, чтобы было меньше боданий по поводу, если речь идет о 200-300 рублей или 2-3 тысячи рублей, бог с ними, лучше мы восстановим, чем будем бодаться. Если речь идет о миллионах, можете доказывать свою правоту и НДС не восстанавливать бюджет. Вот порядок учета НДС и восстановления бюджета, он строго прописан в налоговом кодексе. 169-я статья, если я не ошибаюсь, налогового кодекса. И там ряд еще статей. 170-я, 171-я, 167-я. То есть можно это все проверить. У нас 1С восстанавливает. Она восстановила. Но она думает, что принимается к вычету. Затем эти 252 рубля она автоматически будет списывать на 91-й счет. То есть НДС, который будет восстановлен в бюджет, уходит на расходы. Вы скажете, что значит на расходы? А то и значит, что он сразу списывается на 91-й счет. Другими словами, я бы не рисовал через 19-й, а я бы сразу написал проводку в бухгалтерском учете. Просто это специфика 1С, что она через 19-й пропускает. А я бы написал сразу дебет 91.2, кредит 68.2 на сумму НДС, который мы восстановили 252 рубля. То есть восстановить НДС в бюджет означает признать на расходы, что мы уже на вычет этот не претендуем. Мы его уже отражали к вычету, поэтому сейчас восстанавливаем. А раз у меня возникают долги на ровном месте, то это для меня расход. Что делать с НДС, который касается материалов? Ведь по материалам 19-й счет так и не был отражен к вычету. То есть он так и завис по дебету 19-й. Значит, на сумму 1980 рублей я захочу включить его в стоимость имущества, которое списывается. Еще раз, что значит включить в стоимость имущества, которое будет списано? Я понимаю, что уголь активированный, его сумма без НДС на 11 тысяч. Но я выделял НДС отдельно, предполагаю, что я его буду отражать к вычету. Если я к вычету уже не имею права отражать, а я имею право, если уходит в деятельность необлагаемого НДС. Не имею. Я вижу, что оно списывается. Значит, НДС я от покупателей не получу в виде там отлаченных денег, а я не покажу реализацию с НДС. Значит, я не имею права 1980 рублей я не имею права скидывать в дебет 68-го. Это означает, что я их включаю в стоимость списываемого имущества на 94-й шоковый счет. То есть у меня шоковый счет увеличится еще на сумму НДС, который я не успел отразить к вычету по каким-то причинам. Нам налоговый кодекс дает право на вычет 3 года срок исковой давности. И если я купил эти материалы например, в конце 14-го года, а сегодня уже 15-й или 16-й год, то я действительно мог и не отражать до сих пор. Так я оставил на 19-м в надежде, что когда-то отражу. Но наступает этот форс-мажор или инвентаризация, раз недостача, я не имею права к вычету. То есть у меня сумма недостачи будет не 11 тысяч по материалам, а 12 980. Все регистры, связанные с продажей, с раздельным учетом НДС, отражаются. НДС продажи это регистры. Как и откуда они берутся, это мы рассматриваем на первом, на втором уровне 1С. То есть как, что такое система бухгалтерского учета, можете посмотреть видео, рекламный семинар на сайте есть мой о автоматизации бухгалтерского учета. Там я рассказываю о документах, справочниках, регистрах, отчетах. А мы сейчас просто закрываем документ, закрываем списание, закрываем инвентаризацию. То есть инвентаризация вроде бы прошла бесследно, но шоковое состояние у бухгалтера разного может по-разному быть. Кто-то через 2 дня выходит из шока, а кто-то выходит из шока аж в конце года. То есть 94 счет по правилам бухгалтерского учета сальдо может иметь, но рекомендации, чтобы на конец года все-таки определиться и закрыть его куда-то. Или на виновное, или на 91 счет, или на страховую компанию, чтобы все-таки сроки давности исковой есть. Если имущество было застраховано, почему бы не обратиться в страховую, правильно? Предъявить доказательную базу. Мы, конечно, надеемся, что все 11 тысяч нам возместят или там 20 тысяч. Но страховая скажет, наступил один процентный случай, вам 200 рублей. Мы на то скажем спасибо. Меньше будем списывать на расходы. Значит, обязательно, если имущество застраховано, страховая не узнает, что у вас случился форс-мажор, вы должны об этом заявить и требовать возмещения. Итак, прямо сейчас мы хотим посмотреть ОС и НМА инвентаризация ОС. Другой вид инвентаризации имущества. Мы потом посмотрим 94-й счет в целом в оборотно-сальдовый, что у нас накопилось на 94-м счете и как его закрыть и что с ним делать. А прямо сейчас хочу, чтобы вы открыли ОС и НМА инвентаризация основных средств. Чем не сопоставление факта учетным? То же самое, только здесь нюанс-особенность. Я инвентаризирую имущество в эксплуатации. Имущество, находящееся в эксплуатации. Основные средства разрешают хоть раз и реже инвентаризировать раз в три года минимум. Но могу и чаще, никто мне не мешает. Значит, ОС и НМА инвентаризация ОС. Создать. ОС и НМА инвентаризация ОС. Создать. Дата. Я хочу на 31 марта 2015 года. Смотрите, если я не заполню материально ответственное лицо и местонахождение и нажму заполнить, то она мне вытащит все основные средства, которые имеются в моей компании на эту дату. Еще раз, я убираю, а сейчас я могу их выбирать, но вы этого не делаете. Смотрите, если я укажу местонахождение цех номер 1 и заполнить. Да. Заполниться только по цеху номер 1. Если я укажу цех номер 2 заполнить. Да. Только по цеху номер 2. Если я не буду цех указывать, а укажу мол Сидоров заполнить. Да. Выйдут только Сидоровские. Если мол Балашов, да. выйдут только Балашовские. То есть, я могу по материально ответственному лицу инвентаризировать. Если я знаю, что за Балашовым числится швейное оборудование и автомобиль. Вы сейчас это не указываете, я сейчас верну на место, как было. То есть, мне нужно заполнить по всем. У меня 9 позиций. Вот это одну позицию можно оставить? Ну и хорошо, пусть будет одна. Мы сейчас сделаем, что ее не хватает. То есть, у вас по факту вообще нет основных, а по учетным данным есть основные. Вы думаете, что за надо исправить? Смотрите, почему здесь нет возможности указать количество фактов? Потому что каждый инвентарный объект уникален. согласно ПБУ 6 пункт 5 единица учета основных средств является инвентарный объект со всеми его приспособлениями или отдельно обособленный конструктивно существующий инвентарный объект. ПБУ 6 гласит, что раз единица учета инвентарный объект, каждый уникальный, я не могу указать, что их было два инвентарника номер 8, правильно? Такого в жизни не может быть. После ликвидации основного средства его инвентарник еще 5 лет запрещено присоединять к какому-то новому объекту. Поэтому не может быть такого, что у меня два инвентарника номер 8. Прямо сейчас обратите внимание на следующее. Снимем галочки. Вот я хочу снять галочку у одного станка нашего и у автомобиля. Ну, например, вы скажете, если не достать автомобиля, точно его украли. Уже будем думать, мы подойдем в полицию, будут искать, что делать, но это жизнь. Могут найти, могут не найти. А в бухучете надо показать. Значит, у меня станок и у меня автомобиль уходит. Я на закладке проведения инвентаризации указываю с 31. 0. 3. 15. по 10 апреля 15. Документ. Вот здесь придется ручками писать приказ. По 10 апреля, как и было до этого, я не стал придумывать. Значит, номер 25, может быть, тот же, от 28 марта 15 года. причина плановая, а может быть, связи с переездом в другой офис. Может быть, такая причина, что мы переезжаем из одного офиса в другой, мы решили сделать инвентаризацию. Нам рекомендуют по периоду наименьших остатков или по какому-то событию, может быть, инвентаризационная комиссия подбором добавить несколько, она говорит, уже подобрано, окей, закроем просто крестиком. Если вы нажали выбрать, она здесь не закрывает окошко, это некий глюк. Подбор, третья закладка. Кликаем провести и в печатных формах обязательно посмотрите инвентаризационную опись. Инв 1, сличительную ведомость инв 18, мы говорили сличительная ведомость инв 19 для МПЗ, материально-производственных запасов. А сличительная ведомость инв 18 для основных средств. Мы сейчас увидим для веков эксплуатации. Печатная форма инв 1, опись, интервенционная опись основных средств. Вот указано, чего было, чего не было. Фактическое по данным учета. Видим? Инв 18, сличительная ведомость, только те, которых не было. Ну, или были излишки. Могу ли я указать излишек основных средств? Давайте подумаем. То есть, по факту инвентаризации, если есть излишек, то я его буду руками указывать. Потому что в самой программе, в документе указать, что есть еще один такой инвентарник, я не могу. еще раз, я не могу в самом документе показать, что есть новый инвентарник. Но что я могу сделать? Я могу принимать к учету новый объект по результатам инвентаризации, уже по факту. Но в самой ведомости вытащить его я не могу. Закрываем печатную форму, что я могу создать на основании? Я могу списать основные средства. Ну бывает. Значит, если в основных галочку по данным учета снять, кстати, мы можем показать в самом документе, например, какой-то станок у меня будет в излишке. То есть, по факту он есть, по данным учета его нет. Возникает вопрос, так это же мне нужно было добавить, создать новый объект и тогда его выбрать. Иначе он не появится. А для этих целей я мог идти сразу. Смотрите, вернитесь на первую закладку, пожалуйста, и по данным учета снимите галочку возле какого-то имущества, если есть возможность. Если у вас всего одно не надо, если есть их несколько, на первой закладке, чтобы было именно имущество, по данным учета его нет, а по факту оно есть. Еще раз, чтобы у вас это появилось автоматом, оно не появится, если его не было. Вы его создадите руками и укажете. Я кликаю провести еще раз, провести, смотрю, создать на основании списание основного средства. Создать на основании списание основного средства. Еще раз, если вы захотите на основании металлизации что-то приходовать, просто сняли галку, это означает, что машина просто так не приходует, она будет уже есть объект на этом балансе, что вы делаете? То есть, нужно придумывать свое название и приходить. А мы сейчас с вами посмотрим списание, как на 94-й счет уйдут. И здесь, к сожалению, сразу 91-й выбран, но я говорю, что мы не можем сразу после этого инвентаризации, мы должны пропустить через 94-й счет. то есть, счет будет 94-й, это не оговаривается. Дата 31 марта. Я не буду прямо сейчас менять табличную часть, потому что машина автоматом заполнила. Помните, механизм создать на основании в 1С позволяет копировать информацию из одного документа в другой. Кликаю провести, смотрю проводки. В проводках обращаю ваше внимание, что имущество выбывает согласно теории бухучета под ряди операций. Первая из которых всегда списание первоначальной стоимости. Вторая проводка конечно же списание суммы накопленной амортизации, то есть износа за период эксплуатации. и третья проводка это конечно же результат остаточная стоимость куда будет списано. Первая проводка списываем первоначальную стоимость, вторая проводка списываем износ и третья списываем остаточную. Я не зря рисую порядок, потому что 1С неправильно отражает. То есть чем это чревато? Если я буду смотреть оборотно-сальдовую по специальному субсчету вы в теории говорили о нем выбытие основных средств, то этот субсчет технический 0109 в 1С называется. В САПе, в других продуктах там могут быть разные другие субсчета. Но сам факт, что этот счет 0109 на конец дня сальдо не имеет. И действительно так. Если 40200 отнять амортизацию 670, я получу 39530. Но если я зайду сейчас в оборотку по 0109, у меня там будет краснота. Потому что почему краснота будет? Потому что 1С вначале списывает амортизацию, а потом первоначальную. Учитывая, что в рамках одного дня это все закрывается, у нас претензий к 1С нет. Разработчики делали, как им удобно. А мы же говорим, что на конец дня сальдо 0, 0, значит методологически не критично. Хорошо, но что у меня в налоговом учете творится? Бухгалтерский учет я увидел, налоговые почему-то были разницы. Возможно эта разница была в связи с амортизационной премией. То есть я досрочно в налоговом уже сразу в первый месяц амортизации списал. Мы подробно все амортизационные премии рассматриваем на втором уровне 1С. Амортизационные премии, модернизация основных средств, перемещение, передача, вот специфика учета основных средств, конечно же, это второй уровень 1С, и мы все рассматриваем. Записывайтесь к нам, приглашаем всех на второй уровень. в налоговом учете разницы, как возникают. Есть у нас спецкурс ПБУ 18.02, как учитываются разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, что с ними происходит, что с налогом на прибыль. На втором уровне мы также смотрим финансовые результаты и говорим об этом. Все остальные закладочки понятно, отражают, что нужно приостановить амортизацию с такой-то даты и так далее. Снять с учета. И хочу, чтобы мы еще посмотрели еще одну инвентаризацию. Это покупки или продажи. Два раздела, можете любой открывать. Я открою продажи. Раздел продажи. В разделе продажи есть блок взаиморасчетов с контрагентами и конечно же различные акты сверки. Мы акты сверки на первом уровне 1С рассматриваем, на втором говорим о нем. Корректировку долга, досье контрагента. Конечно, все тонкости и нюансы рассматриваем на курсах 1С в центре специалистов. Записывайтесь к Иванову, а мы сейчас посмотрим, что такое инвентаризация взаиморасчетов. То есть, я должен понимать, кто мне должен, кому мы должны. Вот продажи акт инвентаризации расчетов. Продажи акт инвентаризации расчетов. Согласно норме методических указаний по учету, по бухгалтерскому учету, мы говорим о том, что норма 34 на конец года мы будем есть еще ПБУ по учету событий после отчетной даты. Если я в феврале обнаружил, что что-то там с долгами на конец периода, сверился в феврале по факту на дату 31 декабря и обнаружил что-то не то, я должен это отразить в отчетности за конец 15-го года, например. Наталья должен? Должен. То есть события после отчетной даты говорят, что и этот ПБУ должны приметь все компании. Если я еще отчетность не сдал, зачем я буду в отчетности обманывать всех, если уже есть акт сверки, я его получил 10-го февраля, что за конец года они мне не должны или я им не должен. Поэтому дата на которой мы показываем это, конечно, конец года для целей расчетов с кем? С клиентами. Вот я хочу, чтобы мы с вами создали акт инвентаризации и заполнить весь документ. На 31 марта 15-го года заполнить весь документ. Мы создаем, да? Да, создаем новый и заполняем весь. заполнить, да, заполнить весь. Конечно, я всегда начинаю заполнять все акты сверок и акты инвентаризации с конца. покупки или продажи. Почему не так? Где вы? У меня заполнить название не то. Так если вы его запишите, будет то. Нажмите записать, будет так. Ага, вот как. Ага. Только смотрим. Мы говорим о том, что звездочка означает, что я что-то поменял. Если я кликну записать, все будет записано. Значит, мы смотрим, что у вас, почему с конца начинаем заполнять. Потому что, конечно же, сейчас уже этого делать не будем. То есть, вы догадываетесь, что члены инвентаризационной комиссии их нужно выбрать. Правильно? Это мы умеем? Умеем. То есть, после сегодняшнего такого небольшого семинара вы умеете указывать членов инвентаризационной комиссии. Это главное. Дальше. Период, документ, причина. Умеем это указывать? Умеем. То есть, вы две последние закладки сейчас заполнять не будете. На практике укажете. Счета расчетов. Что инвентаризируем? Обязательно проверяйте. Если галочки снимете, что-то не будет инвентаризироваться. А может быть такое, что я хочу инвентаризировать только 58 счет. Может. Отдельно. Но я хочу все сразу. Конечно же, я проверяю первую и вторую закладку. Кредиторка. Кому я должен? Логика здесь такая, что нужно с конца идти вперед. Надо вначале четко понимать, кому мы должны на закладке кредиторка. А уже потом кто нам? стартово мы должны указывать, кому мы должны проверить. Вот проверить поставщиков. В поставщиках у меня всего подтверждено столько-то. Не подтверждено в том числе истек срок исковой давности. Видим? То есть, это кредиторская задолженность. Я понимаю, что я здесь могу эту сумму всего как-то разбить между тремя ячейками. Вот задача бухгалтера понять, что вся эта задолженность подтверждена сверками на конец периода или не подтверждена. И я понимаю, например, вот фирма Сэнди все подтверждено. Фирма Альфа подтвердила только 500 тысяч. Значит, не подтвердила 100, например. Там может 105. И истек срок исковой давности на 5000. Двойным кликом кредиторская задолженность. Да. То есть подтверждено из них 500, не подтверждено 100, истек срок 5. Ну, например, парарусу подтверждено 20 тысяч, не подтверждено 5000. А оно само не считается? Вот в том-то и дело, что здесь так не очень. Просто когда нажимаешь подтверждено, там где всего уходит. Пишет ту сумму подтверждено, да? Да. А если мы сделаем, например, транспорт на 900, то нужно подтверждено сделать 5000. Теперь смотрите вопрос. Дебиторка. Нужно проинтеризировать дебиторку. Сколько нам должны? вот по бете на 64000 истек срок исковой давности. Значит, подтверждено срок исковой в том числе, то есть не подтверждено. Точнее, это подтверждено, но в том числе истек. Мы укажем 64000 не подтверждено. Срок истек, и они говорят нет. Значит, общая 200000. Общая то есть без формально из общей суммы 264 подтвердили только 200, а по одному договору они сказали срок исковой давности 3 года обещанного ждали, ждали, истек, истек. Не подтвердили, не подтвердили, потому что говорят истек. Мы должны списать. Ну а по домовому по бете все хорошо. То есть бета и трам хорошо, по домовому 200000 подтвердили, не подтвердили 64, в том числе срок давности. Я кликаю провести, смотрю печатную форму. инв 17 отдельная форма. Мы говорили акт об монетаризации расчетов инв 17. Значит здесь акт монетаризации расчета с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, кредиторами. Я вижу кто мне, кому я. И все остальное тоже. Сэнди, Альфа и все остальные. должность председателя комиссии. Но печатная форма это хорошо. Что делать с долгами? Почему здесь нет кнопки создать на основании? У вас такая кнопка есть? Нет ее. То есть я не могу создать на основании никак. Потому что инвентаризация взаиморасчетов автоматически может регулироваться резервами. У нас в 1С есть понятие резервы по сомнительным долгам. И мы резервы по сомнительным долгам можем автоматически формировать, если в учетной политике их настроить. Как формируются резервы мы смотрим на теорию бухучета, когда рассматриваем учетную политику и затем кто-то нам не оплачивает. это это главная учетная политика и в учетной политике 15 года в разделе резервы конечно же галочки должны быть включены ведь с 2011 года мы обязаны формировать резервы в бухгалтерском учете. В налоговом это право. Если вы не захотите показывать расходы налоговая ничего нам не скажет. Эта учетная политика находится в общих настройках. Мы конечно правила заполнения учетной политики рассматриваем и на первом уровне и на втором подробно с описанием и для торговых организаций на первом уровне и для производственных на втором. Вот это что касается учетной политики. И чтобы логично завершить сегодняшнее занятие я хочу чтобы мы зашли в отчеты оборотно-сальдовая по счету. Отчеты оборотно-сальдовая по счету. 94 счет. Отчеты ОСВ по счету 94 сформировать. Задача как закрывается 94 я вижу на нем остатки правильно? Но я не знаю что творится в налоговом учете. Я вижу пока только данные бухгалтерского учета. Поэтому когда я работаю с любой отчетностью и с любыми стандартными отчетами в 1С я правильно настраиваю настройки. Как правильно настроить настройки чтобы они соответствовали статье 402 ФЗ мы рассматриваем на курсе 1С бухгалтерия первый уровень и уровень второй. А прямо сейчас мы просто зайдем и включим все показатели. Мы зайдем в показать настройки и включим все показатели все галочки. В показателях все галочки. Сформировать. Показать настройки и включить все галочки. если я собираюсь закрывать 94 счет то я его должен закрыть правильно. Правильно это означает что я должен знать что в бухучете у меня 53 910 что в налоговом учете у меня 42 051 и что в виде временной разницы 11 850 Если я закрою 94 сейчас на виновное лицо то это будет виновное а если на страховую страховая а если на расходы фирмы это расходы фирмы верно? Теперь такой вот вопрос ситуация как закрыть 94 счет для этого есть специальный инструмент главное вести хозяйственную операцию все нюансы работы с этим инструментом рассматриваем на первом уровне 1С а сейчас просто попробуем главное вести хозяйственную кредит 94 и машина мне предлагает разные варианты дебета 20 73 76 91 91 я хочу 91 91 91 0 2 главное вести хозяйственную операцию дебет 91 0 2 кредит 94 анна у нас по результатам стихийных бедствий или недостачи если нет виновного у нас нет виновного лица все замаскировано и нельзя найти кто виноват и что делать что делать мы знаем кто виноват генеральный директор кто же еще значит значит что мы делаем кликаем операцию а на кого все валит значит дата операции 31 марта а могу я 30 июня 2015 еще раз вы в корреспонденции счетов определили что эта операция вам нужна вы должны кликнуть ее и сказать что 30 июня почему так долго мы долго были в шоковом состоянии то есть мы решили 30 июня списать 94 прочие не учитываемые в налоговом что означает не учитываемые что налоговый кодекс их никогда не будет признавать или учитываем мы как хотим смотрите если суда не было и если вот эта инвентаризация которую я признаю она чем должна быть подтверждена почему недостача меня спросит налоговая что было я что буду говорить украли или что пожар они скажут где ваши документы вы приглашали пожарную полицию что кража была мы скажем нет значит мы не будем это показывать в налоговом учете если не обосновано это не обосновано реализуемые активы я не указываю там же их много разных правильно материалы основные разные поэтому я укажу только сумму сумма в бухгалтерском у меня 53 910 вы скажете откуда вы взяли сумму а из оборотно сальдовой по 94 я вижу что нужно можно просто создать ее как создавать не учитываемые мы конечно же на курсе 1с рассматриваем это означает что галочка учитывать в налоговом снято отключена то есть нужно зайти снять галочку принимается в налоговом учете в названии конечно Анна можем написать не учит налоговый учет записать и закрыть и галку снять если галку я не сниму то плохо все в бухгалтерском учете написать сумму свою которую вы видели по 94 в налоговом по кредиту должна пройти сумма 42 051 по кредиту 42 051 а временная разница у меня была 11 859 еще раз я пишу жирным черным бух учет налоговый не признается автоматом по дебету в расходы и уходит навеки в постоянную разницу но кредит 94 я переписываю как было у меня в ОСВ по счету конечно чтобы была учетная политика мы записываемся на курс 1С и настраиваем ее а потом смотрим кликаем записать бухгалтерскую справку записать и закрыть вы только одну сумму укажите и я еще раз сформирую оборотно-сальдовую конечно же после того как укажу период 30 июня потому что у меня по 30 июня и на 30 июня когда я решил списать 94 шок меня покидает то есть счет закрыт я понимаю что результат инвентаризации мы отразили излишки сразу доходы а инвентаризация может быть в виде списания на виновное лицо 73 или на 91 мы сейчас рассмотрели на 91 счет на теории бухгалтерского учета тоже рассматриваем и на 91 и на 73 на разных ситуациях хорошо всем спасибо всех приглашаем на курс 1С и теории бухгалтерского учета в центр компьютерного обучения специалист если у кого есть вопросы задаем всем спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания